А вот я, а мне хочется задать вопрос, а кто первый и последний раз приехал? Не знаете? Не знаете? Пока не знаете, ну хорошо. Да, вот и... Значит, у нас сегодня будет однолюстровый круглый стол. Вам хорошо видно, надеюсь. Здесь плохо будет, Тимур, потому что сейчас я сюда включу. Куда? Я знаю. Вот садись вот к нему. Он уже руку положил. Чтобы ты не сел просто, я же поэтому говорю. Все сели, нет? Кавказ успокоился? Добрый вечер еще раз. Значит, давайте, прежде чем мы с вами начнем... Женя, прежде чем мы с вами что-то начнем, я сначала для тех, кто первый раз, по крайней мере, ну, в общих чертах, и для тех, кто не первый раз, которые приехали сюда с надеждой, что они будут участниками федерального цикла, хочу рассказать вкратце, что вас ждет. Должен вам сказать, что в каком-то смысле вам повезло, а в каком-то не очень. Значит, повезло вам в том смысле, что уже такой потенциал школы настолько набран, она уже работает в таком, как бы сказать, зрелом своем состоянии, а вы знаете, что школе 20 лет, что даже кровати не хватает. Поэтому я хочу извиниться перед теми, кто спит на раскладушке, и особенно извиниться перед теми, кто спит на улице. А такие есть, кстати? Не-не, ну, вы ночуете в виртуальном пространстве, это я знаю. Нет, хорошо. Ну, я думаю, что у нас как-то разрешится эта проблема. Я хочу сказать вам, что вам, в чем вам не повезло. Ваша программа будет более насыщенной, более сложной и более, как сказать, ответственной, чем была предшествующие 20 лет. Первые 10 лет – это… Вообще, представляете, первый семинар, в нем сидело 30 человек. И один раз вообще было потрясающее такое зрелище, когда что-то было, то ли вода была не очень удачная вот в этих бутылках, то ли еда была не очень удачная. А приехали два очень высокопоставленных французских эксперта, а в зале три сестры и дядя Ваня. Больше никого не было. Точно как вот по Чехову. А три человека, они даже летели с другом. Сами платили за свой билет. Но те времена, конечно, прошли. Теперь в зале полно. На сцене три сестры. Дядя Ваня. И отношения уже выстраиваются немножечко по-другому. Итак, первое. Ваш цикл будет состоять из трех-четырех семинаров в зависимости от вашего желания. Второе. Каждый из вас может в зависимости от участия и в зависимости от ответственного отношения к делу получить даже не один сертификат, а два. Один наш и один совет европовский. Сколько у вас тут народ? Юр, сядь сюда. Спасибо. Третье. Так сказать, у нас традиционно будет для вас, вот для вашей группы, если вы выдержите, будет июньский-июльский семинар. Два. Даты июльского у нас уже известны. Я думаю, что вы их тоже знаете. Что-то будет осенью. И, скорее всего, что что-то будет под лето, вот такой вот год, когда завершится, когда вы получите еще второй сертификат. Однако, в отличие от тех людей, которые 20 лет до вас били баклуши в Голицыно, Ваша группа, кроме всего прочего, еще должна будет сделать две вещи. Между семинарами. Первое. Это подготовить маленький групповой проект. Об этом я буду говорить позже. Это несложно. Это делали до вас многие годы. Разные группы. Но, кроме этого, еще и индивидуальное эссе, которое придется написать каждому. Значит, пока я скажу жестко, но мы посмотрим, как это у нас будет выглядеть. Пока хочется, чтобы эссе было напрямую связано с получением, как сказать, итогового документа. Это как вот такой вот пряник и одновременно кнут. Но это все несложно. Все достаточно просто. И главное, что в этом есть даже какой-то азарт, поскольку вы еще друг друга будете читать, друг с другом будете между семинарами переписываться, связываться, а может быть даже и встречаться, как это были в предшествующие годы. Но опять хочу сказать, об этом я буду говорить чуть-чуть попозже. Теперь о том, поскольку здесь большинство людей первый раз, я бы начинал сказать, что у нас с вами будет проходить вечером. Значит, внешне это будет казаться... А хотя здесь никого внешне не будет, поэтому неважно, как это будет внешне казаться. Главное, как это вы будете изнутри, как в той знаменитой, как сказать, вопросе, что надо делать, когда тебя насилуют. Надо расслабиться и получить удовольствие. Я не обещаю насилие, но удовольствие зависит от вас, потому что тот, кто расслабится, получит удовольствие. Кто не расслабится... Что? Да, terrible, кто-то тут сказал сзади. У нас с вами будет каждый раз три режима работы, причем тематически названы наши с вами мероприятия таким образом, что они могут показаться самостоятельными. Они действительно будут каждый раз самостоятельными, привязанными более или менее к темам, допустим, выступлений экспертов. То есть мы как-то будем связываться с этим. Но будет одна линия, которая будет идти от первого дня до последнего, и мы будем переходить тематически. Губят, когда над ним смеются. А когда над ним не смеются, он подает в отставку. Так, по крайней мере, происходит в Западной Европе. И еще у нас обязательно будет такой вот режим. Это такая вот коллективная дискуссия, когда вы с места будете что-то такое говорить. Каждое выступление должно быть не больше, чем 10-15 секунд, а может быть даже и того меньше. Но вы можете 100 рассказать. Но главное, чтобы сохранить такую вот энергетику общего такого, как бы интеллектуального движения. Это понятно, да? Очень хорошо. Ну что, давайте начнем сегодняшним днем. Эту штучку можно убрать? И бутылку тоже. Что там у нас написано было в программе, по-моему, с этим совпадает. Что уже хорошо? Здесь какая-то ошибка, что ли? А вот сейчас вот Настя будет говорить, что здесь слова непонятные. Журналист из коммерсанта. Она мне все время говорит, у вас слова непонятные. Из коммерсанта, представляете? Что нам тогда простым людям? Смотрите. Я сейчас вот во время перерыва, который был между Людмилой Михайловной и Джоном Витингдейлом, зашел к себе в номер и на секундочку вышел на балкон. И вдруг увидел, как вот эти дети, которые живут вместе с нами, со своими, так сказать, тренерами или учителями, не знаю, сидели на лужайках, и она какие-то занятия с ними вела. Значит, эта невозмутимая девушка лет 20, там, с небольшим, говорила. Те параллельно с ней стояли на ушах. Вот кто шапки одевал, кто... То есть все, что вокруг нее, все хотели, она не делала ни одного им замечания. Но они были все время в контексте. Она что спрашивает, они там вдруг руки вытаскивают, понимают, реагируют, и ничего. Я вспомнил, как в начале 90-х годов мы пытались с молодыми учителями, так сказать, отрабатывать какие-то вот такие новые подходы, потому что новая жизнь. Очень хорошо, я в микрофон говорю, Юр. И мы, я помню, это был май, я предложил этим учителям, говорю, давайте вот этих вот молодых детишек, первоклассик вытащим на улицу, и там вот с ними проведем уроки. И ни одна не смогла провести ни одного урока. Настолько она привыкла управлять классом, пользуясь тем, что в классе она главная. Ведь что такое? Ведь вся школьная система заточена под учителя, под того, кто власть. Вся общественная система заточена под власть. Как говорит учительница в младших классах, кто из вас повторно помнит? Я вот мой с Юрой хорошо помню. Она нам так говорила, смотрите сюда. Дети говорят, не в глаза. Потому что, попробуя в глаза в горилле посмотреть, сразу воспримет тебя, как покусительство на его властные проекты. Вот сюда. Ему как здесь, даже на плечо смотреть тупо. И она выходит, и она не может провести ни один урок, потому что, как вот сказать, не смотри в потолок. Или вот ребенок ходит, или там подсаживается, а он, допустим, позже всех пришел. Он же не может сказать, можно войти? Как ух, что можно-то? Ни стен, ни окон, ничего нет. А это сидит с ними, спокойно говорит. Это вот про то новое поколение, про которое нам сегодня рассказывала Людмила Михайловна. Оно рождается уже в совершенно других условиях, совершенно в других представлениях, и отношениях к личности. Но они еще пока этого не понимают. А наше с вами поколение, в этом смысле самое интересное, поколение переходное. У нас в одном чане старое дерьмо, а в другом еще нового не набралось. Хорошо, вино. Это трудно сказать. Это трудно сказать, когда перекисшее вино старое всегда хуже, чем новое. И вот мы с вами постоянно находимся в ситуации, когда, собственно говоря, и не знаем. Вот мне кажется, что я вот вытащил на поверхность это название с маленьким подзаголовком, потому что я не утверждаю, что я знаю. Но мне кажется, что одна из важнейших проблем нашего с вами поколения заключается в том, что мы запутались в тех универсальных и классических смыслах, которые человечество прошло, как сказать, исторически длиннее, а нам надо сделать это в течение одного поколения. Они долго шли, они долго развивались, и в конце концов для них какие-то вещи понятные, очевидные, а нам непонятные. Там вот в конце сидит Пашка, мой сын. Я помню, когда он пришел 1 сентября из 2 класса, я его спрашиваю, а у вас там новенький есть? Он говорит, да, один мальчик. Я говорю, как зовут? Он там, не помню, как имя было, фамилия была Гагицидзе. Я его спрашиваю, что грузин? Он сказал, пап, ты что, с ума сошел? Я думаю, что у него в голове? Что такое грузин у него в голове? Он мне сказал, с ума, как будто я вообще какое-то страшное произнес. Я не знаю, что. Ты что, с ума сошел? Только в пятом, что там классе. И они в восьмом классе не понимали национальных проблем. Они все были разные, и не очень хорошо понимали, что у нации существует название. Да, вот то же поколение, которое переходило. У нас советского поколения, у советских людей. Мы, когда переходили первый класс, мы точно понимали, кто какой национальности. Это уже было обязательно. То есть никто не... Это все было железно, и все это сохранялось. А у этих детей этой проблемы не было. Вот у нас та же самая история произошла с демократией. Вот можно я после такого сложного введения, у Арташеса даже челюсть отвисла, задам вопрос вам. Кто из вас понимает, что такое демократия? О, нет, стоп! Кто из вас думает, что он понимает, что такое демократия? Чуть повыше, чтобы я видел этот лес рук. Подлесок. Небольшие просеки. Так, а высоко поднимите, кто уверен, что он ни черта не понимает? Так, понятно. Один Алексей. Нет, Маша. Так, конечно. Большинство понимают. Я вам не задаю это вопрос. Давайте вот как сделаем. мы в течение шести-семи дней с вами не обсуждаем, кто виноват. Потому что это тема, которая нас не интересует. Мы обсуждаем, что и как делать. Сегодня обсуждаем, что мы уже поймем, что мы уже потихонечку будем говорить в Узбекистане. Не вру, не потому что вы Казахстан и Киргизия. А действительно, в Узбекистане был слет кинематографистов в 72-м году. И там выступал узбекский режиссер. И он там хвалил советскую власть. Все было замечательно. Но чуть-чуть путал русские слова. И это все получалось у него очень хорошо. Вот он говорил, Октябрьская революция в нашей стране была. Кто виноват? Дружба народов. И вот каждый раз он спросил, кто виноват? Дружба народов. Это, да, вот состыковка слов. Мне, вот смотрите, два слайда, которые я хочу вам показать. Я думаю, это такое вот, если хотите, легкое утверждение, что главное противоречие, которое существует в нашей сегодняшней ситуации, это противоречие между обществом и властью. А. У нас отсутствует представление о том, как возможен этот диалог. Б. Мы по-разному развиваемся. В. У нас как будто бы разные исторические времена. Г. Власть живет своей жизнью, общество живет своей жизнью. Но в рамках этих, как бы сказать, созревших плодов общества, это действительно очень изменившиеся за эти 20 лет. Вот вы не поверите, я апеллирую сейчас к Джеффри и к Юри, которые каждый год сидели в этой аудитории и видели, как менялось об слепах общества. Значит, мы были все в розовых штанишках в 93-94 году. Кстати, и Джеффри с нами менялся, потому что лучше нас понимал. И мы на глазах становились все новыми и новыми. Смотрите, какие признаки нового общества в нашей стране. Мы стали разнородными. Вспомните, единый русский народ, советский народ. И это хоть и слова, но на самом деле за этими словами стояла реально правда. В культурном смысле мы в Калининграде и Владивостоке, это все было одинаково, да? Кто виноват? Мы стали относительно автономными и самостоятельными. Как говорил Остап Бендер, у него прекрасная фраза, «Я не протягиваю руки за кислым исполкомовским рублем». Кто из вас, присутствующих в этом зале, протягивает руку за кислым исполкомовским рублем? Ага. Вы уже научились жить автономно и достаточно самостоятельно. Вы уже впитали в себя ценности свободы, ценности рыночности и многих других вещей. И, конечно, хотите демократических перемен. За эти 20 лет мир вместе с нами проделал фантастическую эволюцию. И на самом деле сейчас крайне незначительная часть населения не хочет демократии. А абсолютное большинство хочет. И вот тут я вам хочу сказать, чаще всего не понимаю, что это такое. Ну, понятно, я имею в виду из тех, кто меняющиеся страны, да, они не старыми. А власть в это время закрытая, как сказала Людмила Михайловна, всплывает только то, что всплывает. Демократия закрытая, находится в состоянии стагнации. Диэлитизм – это прекрасное слово. Это слово, которое описывает отсутствие элит. То есть они как бы по статусам являются элиты, потому что начальники. Но все они чиновники, но никакие не элиты, да, которые лидерские, моральные, нравственные элиты, культурные элиты, которые как бы действуют в некотором едином представлении. Что такое концепция суверенности вообще, да? Вот мы когда с Леной обсуждаем, Лена, мне кажется, очень красиво говорит по этому поводу. Демократия не нуждается в прилагательном. Это редкое слово, которое не нужно прилагательным. А вспомните, сколько мы прилагательных к нему присобачивали. Социалистическая демократия, народная демократия, там суверенная демократия. Либо демократия есть, либо какая еще? Превентивная озвучена была. Да, вот недавно появилась превентивная. Идет постоянная фасадность, идет постоянная имитация. Словом, между властью и демократией, то есть между властью и обществом обнаружился большой, вот этот, как бы сказать, лак, в рамках которого мы живем, мы ощущаем свою жизнь как невероятно конфликтную. То есть мы действительно с ними конфликтуем. Нам не хочется, нам хочется жить самостоятельно, но мы еще этого не умеем. Им хочется, им тоже хочется жить самостоятельно, если бы они могли бы. Как говорил один чиновник, с которым я недавно встречался, он говорит, я люблю Россию, но без россиян. Такая очень четкая формула. Это, конечно, он шутил, как вы понимаете, но в ней, в каждой шутке, как вы знаете. Что нам предлагается для того, чтобы выйти из этой ситуации? Нам предлагают модернизироваться. Нам предлагают решение. Давайте модернизируемся. Но наша модернизация, вот они стоят. Участие в модернизации, тут видите как, участие в модернизации это твой долг. Это, Джеффри, понятно, да? Это, между прочим, английский юмор. Твой долг, да. Какая у нас модернизация? Она очень двусмысленная. Потому что, во-первых, она не носит общественного, вернее так, она не общественная, не публичная. Ничего не обсуждается, ничего не взвешивается, ничего не принимается, ни по какому вопросу ничего, ну вот просто ничего. Это все как бы вот где-то кем-то решается, где-то кем-то предлагается, где-то кем-то... А потом, как сказать, выпускают Жириновского или выпускают кого-то еще для того, чтобы прощупать возможную реакцию общественного мнения, и потом что-то такое делается. Она абсолютно избирательная, потому что она только сверху. Нет ни одного снизу. Можно я эту шутку скажу, Юрий Петрович? Мой водитель в Туркмении, я долгое время работал в Каракомах, старик, 80-летний, на мой вопрос, коммунизм это хорошо или плохо, он говорит, коммунизм? Коммунизм плохо. Кому верхом хорошо? Кому верхом хорошо? А коммунизм плохо? Он не понимал двусмысленности этого, того, что он говорил. Я, это правда, туркмен, это не казах и не киргиз. Они хитрые, они понимают. Это директивная модернизация. Вы понимаете, что это такое? Директивная, это значит, нам назначают, что надо нам делать. И еще говорят, что мы должны мобилизоваться на это. Ты советский человек, выйди вон! Такая была в свое время такая шутка. То же самое и здесь, да? И, конечно, это диспаритетное. Диспаритетное, это значит, вот здесь мы этот стакан сделали из нанотехнологии, для того, чтобы поставить там какой-то стул. А весь стул, как был сделан в 45-м году или там в 55-м при Сталине Хрущевке, так он остается. Вот он выдержит эту нанотехнологию. То есть где-то что-то, вот это непонятно, вообще непонятно, что это такое. Модернизация создает для нас невероятные проблемы. Потому что она идет сверху, она воспринимается всем народом исключительно, как некоторая, так сказать, технологическая модернизация. И вот увидите, год-другой, и это слово станет таким же насмешливым и ругательным, как и все те, которые замылились в 90-е годы. Как вот слово демократия, грузин, да ты что, с ума сошел? То же самое, вот сейчас вот кому-то, тебе демократия нравится, да ты что, с ума сошел? Кому-то кто-то из них жил или кому-то кто-то из них это использовал, но внутренне-то они понимают, о чем идет речь. Но как же сделать так, что интуитивное, как говорила Людмила Михайловна, я просто апеллирую к его выступлению, потому что оно было эмоциональным и очень содержательным, как материал для нашего с вами обсуждения. А вот вам знакомый человек, который попытался нам рассказать, я взял именно это, бульдожье выражение этого человека, потому что с таким выражением лица может быть только истинный демократ. И вы знаете, он был действительно всегда настоящим демократом. У него, в его воспоминаниях есть прекрасное высказывание, где он пишет о том, чтобы понять, какая гадость есть демократия, достаточно пять минут поговорить с любым избирателем. Но это ирония. Но ведь он никогда на протяжении всей своей жизни не отступил ни от одного принципа и ни от одной ценности демократии. Хотя мне кажется, так ли это? Все приписывают ему знаменитую фразу, что демократия – это худшая форма правления, за исключением всех остальных. Вы помните это? Все приписывают фразу. Значит, потом мы с вами ее проанализируем. А пока я хочу, чтобы мы ее взяли в качестве такой точки отсчета, для того, чтобы попытаться ее проанализировать. Итак, десять отчаянных людей. Поднимите руки. Кто отчаянные люди? Кто соображает? Так, это я сразу понял, что отчаянный. Отчаянный. Ты знаешь, отчаянных бьют... А, по чайнику? Раз, два, так, три, четыре. Встаньте лучше. Нет, Женя, ты останешься. Раз, два, три, четыре. Ну, достаточно. Сейчас вот вы выйдете. Нет, ну, встаньте, встаньте. Встал, Антон, ты встал, так, встой. Значит, я вам говорю, возьмите, пожалуйста, ваши блокноты и ручки. Вы сейчас на 15 минут выйдете сюда. Выйдите. Не, не, только секунду. Встаньте, встаньте. Я же к вам обращаюсь. Значит, у вас должно быть 10, в общем, по 3 человека в группе. 3, 3, 3, или 2, 2 и 2, там, как получится. Ты слишком отчаянный. Я еще не сказал, идите. Ну, это не значит, что надо было возвращаться. Значит, две группы должны ответить нам, подробно объяснить, но только ваша подробность должна составлять не более, чем, ну, скажем так, не более, чем 3-4 минуты, чтобы мы потом взбесили. Вы отвечаете на вопрос, почему демократия – это худшая форма правления. А другие две группы должны ответить, почему, за исключением всех остальных. Все ясно? Или вы хотите сесть, не идти? Выходите. У вас есть ровно 10 минут. Вот идите вон туда, вот подальше. Там есть стулья. И там разбредитесь. Теперь, кто у нас в зале журналисты? Маша, журналист, Женечка, естественно, Юля. Ирка, ты не журналист? Каримова журналист. Вот, конечно. Как где Каримова? Не, Настя не журналист. Можно остаться журналистом? Не, нет. Ну, хорошо, смотрите, как у вас получится. Ну, один-два человека. Рома, да, журналист? Ну, хорошо. Там не вижу, кто еще. Лена, да, журналист? Ну, хорошо. Ну, давайте один-два. Смотрите, вы слушаете то, что мы с вами обсуждаем, и себе что-нибудь такое наматывайте, потому что нам очень важно услышать, как мы смотримся, вот как наше обсуждение с вами смотрится со стороны. Женя знает, как это делается, я ей объяснять не буду. А потом мы вас обязательно заслушаем, ваши такие журналистские репортажи, потому что крайне важно увидеть себя со стороны, иначе непонятно, зачем мы все обсуждаем. Теперь, господа, значит, остались в зале все те, вот это ушли, я специально обратил внимание, ушли те, которые честно подняли руки и сказали, что они не знают, что такое демократия, а потом встали и пошли это объяснять, да? Это у нас, так сказать, в нашей аудитории очень четко проявляется. Все участники наших семинаров в неладах с левым и с правым полушанием, они у них работают самостоятельно, не связаны друг с другом. Но это, тем не менее, нам это для нашего семинара очень выгодно. У вас сейчас, я вам дам сейчас, на 5 минут задание, только не подглядывать к соседу. Все взяли блокноты, ручки. Ровно 5 минут вы должны сейчас мне ответить на один вопрос. Итак, у кого есть дети? Выше, выше, чтобы я видел. Так, я не спрашиваю, сколько, он мне показывает. Так, значит, вы должны написать, те, у кого есть дети, вот эта сторона, у кого есть дети, вы должны своему ребенку написать, как сказать, послание из пяти предложений, что такое демократия. Ребенку не больше семи лет. Вот с этой стороны. Нет, нет, нет. Какая разница, пускай 8 лет. Теперь, эта сторона пишет в сочинении ребенку, что такое недемократия. Это только у кого есть дети. Теперь, у кого детей нету, пишет в сочинении бабушки, что такое демократия, эта сторона? Бабушке объясняете, 5 предложений. А вы пишете, дедушке, что такое недемократия. То же самое. Понятно? 5 предложений, время пошло. Не смотрите никому. Значит, тот, кто будет сочковать на занятиях, выведу, у нас дефицит с кроватями. Выгоню без проблем. Понятно? Это, конечно, не знаю. 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 Это, конечно. Это, конечно, не знаю. Продолжение следует... 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 Время. Все, положили. У кого, ну, пускай будет два-три предложения, неважно, не дописали, не дописали. Так, смотрите, у меня доска разделена на четыре части. Доска разделена на четыре части. Давайте с вами начнем с детей. Итак, что такое недемократия? Кто ближе к микрофону? Начинайте. Очень коротко. Недемократия – это когда ребенок… Нет, 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 вот это неправда. Нет, значит, дорогой там Ванечка или Петечка? Да, дорогой Петечка, ты должен выполнять… Почему Петечка? У вас как зовут сын? Дорогой Русланчик, ты должен будешь выполнять только те обязанности и режим дня, которые я тебе запрограммировала на день. Любимый тебя, Людмилочка? Да. Вот, знаешь, а это недемократия. Еще раз, дорогой Русланчик… Дорогой Русланчик, ты будешь обязан строго выполнять режим дня, который я для тебя составила. И точка. И точка. Так, ей не понадобилось пять предложений. Я немножко по-другому написала. Ну, естественно, тебе по-другому. Я написала. Дорогая моя доченька, недемократия – это когда ты хочешь выбрать между красным платьем и синим, а тебе дают зеленое. Когда за тебя все и всегда решают другие. Когда ты тянешь руку, хочешь ответить на вопрос воспитателя… А протягиваешь ноги. Ну, почти так. А тебя не слышат или не учитывают твое выражение смысла. Когда ты знаешь, что должна прибирать за собой игрушки, знать свои обязанности, а это не делаешь. Вот это недемократия. Еще недемократия, пожалуйста. Паша. Да, да, да. Когда твоему делу, сейчас это неинтересно сказки. То есть, без порнографических картинок, да? Понятно. Еще. Дорогая доченька, я тебе обещаю завтра пойти на качели, и завтра я тебе говорю, что завтра мы пойдем на качели. Хорошо, придумаем. А что здесь главное слово – завтра или качели? Вранье. Отвешание. Вранье. Отлично. Так. Был у нас киргизий, да? Да, киргизий. У меня. Это киргизский ребенок. Да. Так, дорогой мой сын, когда сильный всегда обижает слабого, ему от этого ничего не бывает. Когда мама всегда не права. Это не она. Нет, не будет. Все я сказал. А не она – это про кого? Про резиновую женщину? Про кого это не она? Там жена была в списке. В смысле, жена не такого? А жена не она? А что, у кого-то она – она? Пожалуйста. Понятно. Может, это специфический юмор для белорусских детей, но я, наверное, бы сказал так. Микола. Не, не так. Просто я, во-первых, не понял задание. Я вообще-то думал с пяти слов придумать демократия, и я постарался это сделать. Сынок, не демократия – это когда каждый день у Лукашенко по телевизору. А зачем тебе пять слов вообще? Ты просто сказал бы «батьку Лукашенко» и все. И мы бы поняли, о чем идет речь. Да, пожалуйста. Сын Иван, дочь Катюша. Сыну Ивана, демократия – это когда ты говоришь, а тебя не слушают. Второе – это когда тебя вроде как слушают, но не слышат. Третье – это когда ты, сыну, 9 лет, твоей сестренке даже мама хотеть в парк, а папа решил, и мы едем в цирк. А доктор сказал «в морг», значит «в морг». Значит, да, значит «цирк». Понятно. Дальше. Отсутствие мнения. Это мы написали. Так? Нет выбора. Еще. Кто там? Вот, горит же лампочка. Быстренько, ну. А я не прыгаю. А где горит лампочка? А ты вот без компьютера не можешь три предложения произвести? А это блокнот. А я как раз хотел сказать, что я написал, а вот все то же самое написали. Ну тогда и не надо говорить, хорошо. Нет, я хотел сказать, что я тогда… Сынок, просто когда у твоего папы нету своего мнения. Короче, я вместо члене кладу спать, и все, типа, он хочет, и я наказываю. Это очень красноречиво. Спасибо вам за эту ремарку. Еще есть по этому поводу… Да, Женечка. Но только по-настоящему. Да нет, в принципе, я просто старалась так, чтобы ребенок понял. Даня, помнишь, мы однажды пришли в магазин, ты долго не мог решить, какую колбасу тебе хочется, а потом пришла тетя-продавец и начала кричать, что продукты должны выбирать взрослые, а дети должны есть, что дадут. Это было недемократично. Ужас. То есть, если ребенка воспитывают на колбасе… Или на колбасных образах. Так хотел… Вот теперь все, хватит. Не демократов хватит. Теперь дети… Значит, я все время это рассказываю, как… Это где-то в конце 60-х годов, я видел там в детском садике, там воспитатель заходит между ними, на тихий час они должны заснуть, и вот она им голову морочит, и она им говорит, дети, самые лучшие игрушки у детей в Советском Союзе. Дети, самые лучшие питания у детей в Советском Союзе. Дети, самые лучшие там, еще что-то там, детские сады, самые лучшие у детей в Советском Союзе. Чего вы все плачете, а не хотим в Советский Союз? Вот так и у вас приблизительно получилось. Красный цвет. Прошу, дети… Сынок, демократия – это. Кто начинает? Прошу. Дианочка, говори мне про меня все, что хочешь. Можешь выбрать себе подарок, какой хочешь. Ты можешь стать депутатом или президентом, когда вырастешь. Когда захочешь. Я тебя не накажу за твои желания. Можешь рисовать все, что хочешь. Если мне не понравится рисунок, то я тебя не накажу. Это письмо из тюрьмы на роде Бекин. Да. Как иначе-то воспринимание. Хорошо. Свобода творчества. Да, ну это только так. Свобода. Свобода мнения. Хорошо. Делай, что хочешь. Ну правда, это демократия, по-моему. Подожди, у тебя там была не демократия. Что ты там лезешь в руки? Я оказалась демократия. Оказалась демократка? Так. Дальше, кто еще? Что такое демократия? Прошу. Доченька, а демократия – это когда ты можешь делать все, что угодно, если это не нанесет вреда маме с папой и другим людям? Это замечательно. Мама с папой выбраны как образ, как сказать, не желая зла ближнему. Так, хорошо. Да, пожалуйста. У меня записка дочери. Доченька, завтра у тебя день рождения. Первое – пригласи, кого хочешь. Второе – можешь играть во что хочешь. Третье – иди в развлекательный центр и приходи во сколько хочешь. И я тебя не накажу. Сегодня. Это она сидит рядом и сказала, что это записка. Но очевидно, что в отличие от него, это записка из сумасшедшего дома. Из тюрьмы. Я так воспитываю своих. Опять, что хочешь. Это демократия. Да, это демократия. Вы понимаете, это до какой степени наших людей били по рукам, по пальцам, что они им объясняют только что хочешь. Паш, прошу сейчас, секундочку. Сынок, демократия – это когда ты с ребятишками… Вы понимаете, что его сынку два месяца. Нет, одному пять, другому три, а дочке полтора месяца. Вот. Когда ты и ребятишки сами выбираете, во что играть в садике. Когда люди имеют равные права и обязанности. То есть ты можешь прибраться в комнате и скушать вкусную конфету, а можешь не прибираться в комнате и скушать невкусную кашу. Когда можно свободно говорить, и тебе за это ничего не будет. Когда можно играть в любые игры, но поступать так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Так, Паша такой немножечко грустноватый текст написал. Нет, пока сюда не заходите. Подождите, мы вас позовем. Маша. Ага, эссе. Милый сын Вадим, ты спрашиваешь, что такое демократия? Откуда ты знаешь это слово? От друга из двора? Ты поспорил с ним, что у тебя дома больше демократии, чем у него? Как его зовут? Вагис? Конечно, у тебя дома больше демократии. Так вот, если вы оба придете к нему домой и сообщите его отцу, что он будет приносить деньги не маме, а вам, и он вам сможет объяснить, почему это невозможно на словах, он демократ. Демократия – это когда тебе можно сказать, я сегодня не буду спать совсем, а буду играть на твоем компьютере. И я смогла тебе объяснить, почему нет. Это демократия. То есть, власть – тебя. Потому что я главная. Вот, ну скажите, где у нее левое полушарие, а где правое? Кажется, что у нее три полушария даже, а не два. Пожалуйста. Я главная. Илья. Еще парочку. Илья, мы решим на семейном совете, кто будет мыть посуду, и ты обязательно, если мы решим, что это ты, то ты обязательно эту посуду вымаешь. Второе. Мы выберем из твоих друзей, кто пойдет в магазин покупать игрушки всем, и ты встанешь в угол, если ты деньги потрачишь на мороженое и сам его съешь. Ну точно, Маяковский. Этот, как его. Высоцкий. Если я чего решил, то выпью обязательно. Если мы чего решим, то ты обязательно это сделаешь. Так, диктат большинства. Видите, как объяснил? А ведь схитрил. Так, еще два. Вот, давай, нет, секундочку. Кавказская. Быстро, быстро, быстро. Аслан, демократия – это когда ты делаешь все, что ты захочешь, но при этом не делаешь то, что поручает тебе мама. Демократия – это когда ты хочешь выбрать что-то, и у тебя есть выбор. Демократия – это когда тебя слушаем мы с мамой и делаем, что ты скажешь. Демократия – это когда тебе хорошо, и тебя не ругают. И демократия – это когда ты можешь читать и говорить все, что захочешь. Если только это нравится маме. Я так понимаю. Маме и папе. Пожалуйста. Маме и папе. Артем, ты пообещал, что ты вымоешь в квартире пол, пропылесочешь, вымоешь посуду. Но если ты этого не сделаешь, ты мне объяснишь, почему. То есть подотчетность власти. А при чем тут Артем и власть? Сказала ему, сукин сын, значит, должен все убрать, по сусекам поскрести. А если бы… Вот. И она посередине говорит, это была та самая девушка, которая сказала вслух, что мне пришлось недавно своему ребенку это объяснять. Знаете, что она ему объяснила, да? Я ему объяснила сложнее, конечно. Да. Можно, да? Дорогой сын Антон, если твои мальчишки, а их большинство, срывают урок, срывай вместе с ними. Что срывают? Труп? Урок. А, урок. Урок. Беги вместе с ними, меньшинство должно подчиняться большинству. И еще. Дорогой сын, на собрание папа с мамой будут ходить по очереди. В школу я отсоведу на собрание. Так, значит, будь с большинством, но получать будешь от меньшинства. Последнее. Что такое демократия? Дурацкий вопрос, сынок, задаешь. Ну, демократия, это типа, когда ты можешь не бояться своей воспитательницы, как там и Марья Ивановна. Это когда вся ваша группа, все дети сами выбирают, какие игры играть. Это когда ты ходишь в сад в том, что тебе нравится, а не в том, что сказала мама. А за то, что стукнул вчера тебя веником, прости, это не демократично. Давай это вместе обсудим. Это дурацкий вопрос, так закончил бы логично. Так я говорю, давай это вместе обсудим. Вместе обсудим. Все. Так, теперь дедушкам, кто, нет, не демократия дедушкам. Ну, давай. Очень быстро. Подряд говорите всем. Дедушка, не демократия, это то время, в которое мы живем. Дедушка, не демократия, это когда мы бесправные. Дедушка, не демократия, это когда ты получаешь маленькую пенсию, потому что не избираешь тех чиновников, которые должны платить тебе пенсию. Не демократия, это когда в нашем ауле просишь поднять пенсию у государства, тебе ее поднимают в два раза. Демократия, это когда ты можешь купить пакет молока не только за 50 рублей, но за 20, 30 и 10 рублей. Демократия, это когда ты идешь на выборы, голосуешь за КПРФ, и эта партия проходит. Демократия, это когда ты проголосовала на выборах за батьку, который все тебе обещал, но не выполнил обенчание, и его сняли. Демократия... Ясно, все, хватит, все понятно. Подождите, ну... Нет, 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 все, сюда, вперед. Время. Быстро. Дорогая бабушка, демократия, это когда у тебя во всем есть выбор. Ну, например, вместо ржаного хлеба ты видишь на прилавке еще 10 сортов, но в итоге выбираешь булку. Демократия, это свобода передвижения. Ты всегда хотела поехать в советское время, поехать за границу, но сейчас это можешь сделать без проблем. Правда, уже передвигаться не можешь. Демократия, это когда ты получила квитанцию с ЖКХ и не согласна с тарифами, можешь собрать жителей своей улицы и открыто об этом заявить своим местным властям. Понятно, стоп. Я правильно понимаю, что это в глубоком маразме, да? Естественно. Это интересно. Сталинские репрессии были бы невозможны при демократии. Более того, Сталин вряд ли бы досидел на своем месте до 1937 года, его бы переизбрали. Не переизбрали. Не переизбрали, чушка! Переизбрали. Нет, все-таки она такой же. Маразм, видимо, заразные вещи. Леша, бабушка, спасибо. Демократия, это власть народа, людей. То есть вы, жители села, сами решаете, кто будет главой, представителем колхоза. Кому из соседей надо чем-то помочь, сообща. Выбираете честного человека, кому доверяете. А если начинает воровать, зазнаваться, снимаете его и ставите другого. Так, окей, дальше. Ну, на самом деле, в продолжении того, что было сказано, поскольку у нас почти что дублируется, это еще и ответственность, и надо помнить об этом. Бабушка, помни, что демократия – это ответственность. Ты прожила безответственную жизнь. Ответственную за... Когда тебя не станет, мы с тебя спросим. Последнее. Нет, спасибо. Я понял, просто я воспользовался возможностью развить вашу мысль. Да, вашу. Бабушка, когда в вашем садоводческом товариществе назначают председателя, люди, не имеющие отношения к этому товариществу – это кидаловая тирания. Когда же сами дачники осознанно и под свою ответственность выбирают председателя на определенный срок с возможностью контроля за его действиями и отзыва – это демократия. То есть, получается, подотчетность, контрольность, контроль, выборность, меняемость, ответственность. Все. Сейчас вы пойдете. Одну секунду, ладно? Все смотрят на доску. Не-не-не, больше не будет. Все, извини, пожалуйста. Уже время. Значит, я... Вот внимательно слушайте. Я даю только ключевые слова. И короткое свое соображение по этому поводу, потому что ваши слова были... Значит, Грег Керри, один из выдающихся. По-моему, все-таки он американ. Паш, Келли кто он? Американец или англичанин? Келли, американец или англичанин? Решетки Келли. Доргинец. Это такая была методика придуманная, при которой ты как бы задаешь один и тот же вопрос людям, которые постоянно крутятся вместе. Ну, например, в школе ты спрашиваешь одно и то же учеников и учителей. Ну, например, что такое жизнь? А какие ценности у жизни? А как она начинается, как она завершается? И вдруг оказывается, что они абсолютно по-разному понятны. Ну, ничего общего. Какая может быть коммуникация между этими двумя постоянно взаимодействующимися группами, когда их поля, семантические поля, то есть смысловые поля, абсолютно не совпадают? У нас с вами произошло прекрасное совпадение смысловых полей. Особенно мне понравилось... В этот момент в адрес демократии, как формы правления. Например, демократия наиболее уязвима к атакам извне. Создав псевдоценности и псевдопроблемы, можно привести к власти агента влияния. Вот те силы извне могут привести к власти агента своего влияния. Невозможно в демократическом обществе обустроить справедливость и гарантировать элементарные права человека в случае, когда общество разбито примерно на две равные группы. Этнические или религиозные, которые не могут найти его согласия. В любом случае, какая-то из группы ущемлена. Выборы демократические. Тоже псевдосправедливость. Например, если за какую-то управляющую должность борются четыре кандидата, и первый набирает 21%, к примеру, второй 26%, третий 30% и четвертый 27%, значит, у руля становится победитель, который фактически пользуется поддержкой менее третьего направления. В этом государстве. Демократия абсолютно идеальная среда для экономической преступности. Если сказать два слова, Российская Федерация, наверное... Не нажми, не нажми, дальше. Нам мысли не нужны. Я не уверен, что демократические режимы, кстати, о Черчилле, победили бы во Второй мировой войне, не будет у них такого тоталитарного диктатора в союзниках, как СССР, который готов пойти на какие-то ресурсные и человеческие жертвы. И вообще для существования демократии необходим тоталитаризм, его существование, либо как врага, либо как союзника. Демократия – это власть тупых. Потому что большинство народа не образовано, и экспертов интеллигентов всегда меньше. Более того, народу нравятся тупые политики, которые плескаются друг друга стаканами, шутят дурацкие шутки. Они никогда не выберут нормальных умных людей, просто потому что им не хватает компетенции для этого. Даем Жириновского однозначно! Из-за популизма нельзя провести полезные, но болезненные реформы. Поэтому демократия – это тормоз развития и тормоз модернизации. Люди боятся не переизбраться на второй срок, поэтому решения во власти принимаются из логики популизма, а не из логики нужности и полезности страны на данный момент. Буду краткой. Принять любое решение с точки зрения бюджетных затрат гораздо проще единолично. И вторая главная проблема в том, что реформы предполагаются обычно на более долгий срок, чем сменяемость демократически избранного лидера. Таким образом, реформы становятся неэффективными. Ну, помимо вышесказанного, мы обсудили также… А вы, я не понял, вы все что ли обсуждали только одних, что ли? Нет, нет, нет. А, последних, все, давай. Про вагиев, лесбиянок, прочих меньшинств. Нам оставалось только выбрать самый основной довод и подвести резюме. Но мы не смогли прийти к согласию. Да здравствует демократия! Мы, в общем, поссорились. Обсуждая прав вагиев и лесбиянок, а не смогли прийти к согласию. Демократическая форма правления не удалась. Нет, садитесь, пожалуйста, садитесь. Значит, дорогие друзья, я хотел спросить зал. Очень важный вопрос к залу, красные ручки, тише. Вы пока, секундочку, стоите. Что имел в виду Черчилль, по-вашему? Что лучше, еще пока, для... Ну, самое лучшее, что вообще сейчас есть. Ничего подобного. Что имел в виду Черчилль? Тепло, но еще холодно. Что имел в виду Черчилль? Близко, тепло. Из двух зол выбираем наименьшую. Хорошо, но общо. Идеальной формы вообще не существует. Ну, это понятно. Что имел в виду Черчилль? Еще. Такое выражение, что глаз народа – глаз Божий. Может быть, по этой причине? Нет, конечно. У кого еще есть версия, что имел в виду Черчилль? Да? Может быть, что над ней еще много работать, чтобы стало совершенной? Это очень горячо. Только она неправильно сформулировала. Вот это первое. Черчилль говорил, что это потому, что, будучи демократом, для себя, во-первых, он говорил, что это сложная система, это очевидно, но это не самое главное. А главное другое, что демократия – это единственная, как он думал, форма правления, за существование которой необходимо бороться каждый день. Так что мы делаем? Мы движемся, мы решаем какие-то прагматические задачи, или же мы боремся за сохранение этого строя? То есть, смотрите, решая какие-то общественные, социальные, политические и прочие задачи, как в других режимах. Продолжение следует...